Дневной разворот Дневной разворот В студии у нас Владимир Журавлёв, избранный депутат Кировской городской думы 6-го созыва, кандидат на пост главы Кирова от «Справедливой России». Владимир Вениаминович, добрый день. Здравствуйте. Владимир Костин, руководитель фракции ЛДПР в законодательном собрании Кировской области, координатор регионального отделения ЛДПР. Владимир Александрович, здравствуйте. Добрый день. Владимир Костин, руководитель фракции ЛДПР в законодательном собрании Кировской области Кировской области. Владимир Костин, руководитель фракции ЛДПР в законодательном собрании Кировской области Кировской области Кировской области. и высказывать собственное мнение. У нас есть опрос на сайте эхокирова.ру в нашей группе ВКонтакте. Владимир Сметанин постарался. 8 вариантов ответа. Как и вчера. Вы оба постарались. Да, конечно. Ты вчера, Володя, сегодня. Будущий глава Кирова не должен. Что больше всего вас раздражает? Что точно должно отсутствовать? Какое качество должно отсутствовать у будущего главы? Быть косноязычным, быть подконтрольным различным структурам и персонам, быть тихим и неприметным. Кого-то напоминает мне сразу же эта характеристика. Постоянно перерезать ленточки и толкать ободряющие речи. Ну вот насчет толкать ободряющие речи, по-моему, вот это зря. Почему? Пускай. Надо поддерживать. Не знаю, да. Быть невозмутимым не должен. Когда речь идет об острых проблемах, то есть эмоционировать, что ли, он должен? Ну, он должен, по крайней мере, показать, что ему не безразлично. Так, жаловаться на нехватку денег, выпячивать свою партийную принадлежность, его вообще не должно быть. Ну, я должна уточнить, мы говорим в мужском роде, его, он, но тем не менее, да, мы не забываем, что это может быть женщина. Совершенно верно. 211-101, номер телефона прямого эфира, участвуйте в нашем разговоре. Ну, давай, конечно, начнем с Владимира Журавлева. Поскольку у Владимира выдвигают эсеры как кандидаты на пост главы Кирова, во-первых, давайте все-таки разберемся. До выборов четкое заявление от эсеров делал господин Сураев, и он сказал, что он никуда не уйдет и поведет эсеров до конца. Если будет избран депутатом, то он готов стать мэром. Что случилось? Ну, вопрос понятный, хороший, правильный, логичный вопрос. Он прошивается сам по себе. Я хочу объяснить, что на этих выборах вообще Справедливая Россия и эсеры пошли командой. У нас вот никогда, у меня такого не было ощущения вот этой сплоченности, этой командой. Очень много конструктивных людей подошло. Очень много поддержало директоров заводов, крупных предприятий промышленных, производственных. Понимая, что та ситуация, вот и те люди, которые сегодня находятся у власти уже больше 10 лет, но это путь в никуда и путь в тупик. Нужно просто обновление, это естественный процесс. И когда мы выстраивали, надеялись и обращались к гражданам с тем, чтобы они пришли на выборы и проголосовали за других людей. Ну, там, за оппозицию, за ЛДПР, за коммунистов, за Справедливую Россию. Это важнее, потому что должно быть обновление состава. Люди, вот, кто-то откликнулся, но те 23%, которые пришли, этого немножко не хватило для того, чтобы нам получить хотя бы 18 мандатов на оппозицию, я имею в виду, на три партии. И чтобы мы могли, по крайней мере, хотя бы торговаться политически, договариваться о том, что кто был главой ГУД. И тогда бы Василий Купьянович точно бы пошел. Но при раскладе, когда оппозиция все-таки, выиграв партийные полы, то есть из 18 партийных мандатов, 35% набрала всего Единая Россия, кстати. И антирекорд за всю историю. Да, я хотела про это сказать, да. За всю историю. У них 7 мандатов. Из 18. Да, из 18. А 11 мандатов у оппозиции. И вот это граждане уже показали, какая партия для них важнее. Это в некоторой степени и протестное голосование уже там. Кому-то нравятся коммунисты, кто-то за ЛДПР, кто-то за Справедливую Россию. Это естественный процесс. Это мы сейчас говорим о тех, кто прошел по партийным спискам. Да, да, да. Итак, по партийным спискам оппозиция победила Единую Россию. Да. А по одномандатным, вот 16 одномандатников победили в своих округах. Из 18. То есть только 2. 16 одномандатников представителей Единой России победили. Да, да. И только 2 таких мандата досталось. Это Справедливая Россия, да. И как раз выигрыш оказался... Ну, во-первых, был мощный административный ресурс. То есть откровенно там заставляли, ну, как бы голосовать. Давайте мы сейчас не будем разбираться, почему. То есть мы попозже этим займемся. Давайте по факту. Сейчас был вопрос такой, Владимир. Почему не пошел Василий Куприянович? Потому что нет большинства в Думе. Да. То есть нет у оппозиции большинства, которое могло бы гарантированно претендовать на то, чтобы избрать главу города. И поэтому было принято решение такое тактическое. Но, в принципе, вот у нас у Справедливой России есть программа. Стоп. А в чем заключается тактическое решение? Тактическое решение. Василий Куприянович остается в ОЗС. Это тоже очень важная площадка, где он возглавляет фракцию и где он, ну, самая заметная фигура в Справедливой России. А вы идете кандидатом на главу? А я буду, да. Я буду возглавлять фракцию в Справедливой России. И мы выдвигаем... Да. И мы выдвигаем меня, как бы, на пост главы города. Потому что оппозиция по определению должна своего кандидата... Иметь своего кандидата. Да. Теперь вопрос к ЛДПР. Напоминаю, Владимир Костин, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Кировской области, координатор регионального отделения ЛДПР. Почему ЛДПР не выдвигает никого? Ровно по тем же причинам. Мы понимаем, что четыре человека, как наше представительство, в Гордуме недостаточно для того, чтобы выбрать главу. При этом объединяясь со всеми другими оппозиционными партиями. Их там человек 13, да, ну, минус, я не знаю, или плюс. Барсуков 12. Мы не можем претендовать на то, чтобы... Хорошее определение. Барсуков. Пока непонятно, пока непонятно, да, не общались еще. Не можем сказать, что глава будет поддержан большинством. Более того, есть предположение, что он будет неподдержан. Да, и у наших депутатов, я надеюсь, у коллег тоже есть четкое понимание, что сейчас заканчивается политическая борьба, начинается работа. И уверен, что если парламентское большинство эту позицию примет, то все будут на тех должностях, которые позволят абсолютно всем партиям работать. То есть вот ключевой наш посыл, не предлагаем своего главу, готовый работать эффективно на должности, которую, собственно говоря, вот сейчас консолидирована вся Дума определит представителю фракции ЛДПР. Предполагаем, что это председатель комиссии. Предполагаем, что это председатель комиссии по городскому хозяйству. То есть мы уже так посмотрели. Понимаем, где можем быть полезны. Ну и это, если хотите, уже там официальное предложение для всех. Так, а заместителей главы, заместителей спикера городской думы у нас двое. Да. Всегда так будет. И по определению. Было в прошлом созыве. Возможно, будет по-другому. Возможно, будет больше. Это депутаты будут решать. Да. Хорошо. Есть ли какие-то шансы, что кто-то из оппозиционных фракций займет этот пост? Ну, есть негласное правило. Есть негласное правило, что второго зама, ну, как бы одного из двух замов отдают оппозиции. В прошлый раз, кстати, был человек от ЛДПР, Симакин Александрович. Да, мы собирались в этой студии. Да. В этот раз, вот, кстати, еще хочу позицию. Нам удалось с оппозицией найти разумный такой диалог. Мы объединились. И несмотря на то, что с прилива России 6 мандатов, например, ЛДПР 4, если была бы фигура прохода, то есть мы смотрим уже не на принадлежность партии, а на личность человека, который способен, например, был саккумулировать вот эту позицию. Я думаю, что мы бы даже, например, поддержали бы кандидата от ЛДПР или там от коммунистов, если бы были. То есть здесь был разумный подход. У нас два кандидата есть на должность зама от оппозиции, ну вот в частности от Справедливой России. Это Каргопольцев Владимир Алексеевич и Востриков Александр Владимирович. Мы сейчас должны будем прерваться на небольшой перерыв. И перед этим предварительные итоги нашего опроса подведем. На сайте hakirova.ru 30% проголосовавших отдают свой голос за ответ. Быть подконтрольным различным структурным персонам не должен будущий глава города Кирова. На втором месте быть тихим и неприметным, и быть невозмутимым, когда речь идет об острых проблемах. На нашей страничке ВКонтакте результат первый аналогичен. Будущий глава Кирова не должен быть подконтрольным различным структурам и персонам почти 29%. На втором месте вариант его вообще не должно быть. Вот честно говоря, мне не очень понятен этот вариант, что именно имел в виду Володя вчера, когда мы выкладывали опрос, возможно, он имеет в виду совмещение должностей главы администрации и главы города. Может быть, это просто протестное голосование. Совсем без начальства. Не верю, да. Совсем без начальства, без взрослых. На третьем месте постоянно перерезать ленточки и толкать ободряющие речи 15%. Продолжается программа «Дневной разворот. Будущее Кирова. Как представляют его кандидаты на пост главы города?» Но, как выясняется, мы сейчас можем выслушать мнение только одного реального кандидата на пост главы. Это Владимир Журавлев, избранный депутат Кировской городской думы 6-го созыва. И уже официально объявленный кандидат на пост главы Кирова от «Справедливой России». Зато он сейчас у нас в студии. Зато у нас есть еще и Владимир Костин, руководитель фракции ЛДПР. В областном законодательном собрании, координатор регионального отделения ЛДПР. И Владимир может говорить за ЛДПР, собственно говоря. Но у нас, как всегда, хорошо представлена оппозиция в эфире. И нет «Единой России». И нет «Единой России». Значит, «Единая Россия», как всегда, руководствуется партийной дисциплиной. И ни один ее член не высказывает собственного мнения до единого партийного решения. До выработки позиции определенной. Вот нет, уже конкретное решение. Нет решения? Я уверена, что позиция-то выработана. Так? Я не знаю, у кого-то есть ли сомнения выработана или нет. И почему же ее не могут озвучить в таком случае? А ее озвучат на конференции «Единой России». А почему не здесь? Ага. Владимир Костин. Ну какая еще не одна позиция? То есть мы о чем сейчас говорим? Когда два десятка депутатов и когда есть разные центры принятия решений, центры силы, то хочешь не хочешь возникает версия, что может быть не одна версия развития событий. И может быть «Единая Россия» потому и не озвучивает, что там окончательно они не урегулировали вопрос выдвижения одного главы. И может быть не будет фракционного выдвижения, а выдвижения от депутатов. Насколько я знаю, вчера на организационном собрании все вновь избранные депутаты в неком листе вносили фамилии тех людей, кого бы они могли видеть. Расскажите про это поподробнее. Что это за процедура такая? Это процедура такая, она в рамках законодательства, в рамках устава. То есть каждому кандидату предложено, там было несколько бланков. Первый бланк, за кого бы ты предложил, это возможность законодательная каждого депутата выдвинить свою кандидатуру, быть инициатором выдвижения по главе города. Несколько бланков было на замглавы города. И третий бланк, это участие конкретного депутата в постоянных шести комиссиях, которые... То есть он выбирает себе комиссии, в которых будет работать? Да, да. Это тайное или явное? Нет, это открыто. Это открыто, вот голосование само, оно будет тайное. А вот процедура выдвижения, то есть кто-то может просто воздержаться, например, от этой законодательной инициативы, например, на главу города, например, не выдвигать, на замглавы. А результаты, они тоже открыты или нет? Сейчас процедура выдвижения обсуждается. То есть люди просто предлагают тех людей, которых они выведены. Я понимаю, но вчера они галочки там поставили, фамилии написали. А результаты-то вот этих предложений... Нет, мне кажется, это не выкладывается в широкий доступ. Эти люди будут внесены в итоговый бюллетень для голосования. То есть если фамилия, там, условно, Иванов была написана кем-то... Один раз, ну даже если один раз. Да, Иванов будет внесен в бюллетень, да. А мы этот бюллетень можем увидеть? Конечно, мы его увидим, конечно. Мы его увидим. И всех кандидатов, которые предлагали все депутаты, мы тоже увидим. Ну я тут думаю, вот я как раз согласен с Володей, по Единой России, слава Богу, но в этом году, вот в Единой России, у них, вот я так разделяю, это пять центров интересов и сил, вокруг которых все крутится. Первый этот Азимов и Борис Веснин, которые вот... Депутат Государственной Думы. Да, да, у них есть свой интерес. И Азимов его поможет. Да, ну в городе, может быть, и так интересно, но для принятия решения это... Вторая сила, это, опять же, господин Валенчук, наш депутат Государственного Дарьяновича, с Касьяновым и Игорем. Это второй центр силы. Третий центр силы, это Крепостнов-Быков. Да, все еще в связке. Вы все еще в связке называете. Ну, может быть, да, но, по крайней мере, вот в плане, понимаете, вот борьбы внутри партийной, они в тандеме. Хотя, да, говорят, что у них интересы сейчас начинают расходиться. Четвертый центр силы, но он, наверное, такой центристский, я так понимаю, это избранный губернатор Васильев Игорь Владимирович. Кого он захочет, в принципе, последнее слово за ним, последнее слово за ним, кто будет главой города. Я поэтому надеюсь, вот понимаете, вот эта борьба у них внутри клановая, то есть она за финансовое там, за какие-то положения, понимаете. А Игорь Владимирович, может быть, государственно сказать, а вот будешь Журавлев главой города и все. Я думаю, формально, с точки зрения вообще политической, очень правильно было бы создать такую оппозицию. А же единоросс, как он может сказать, чтобы Журавлев стал главой города? Погодите, хотите скажу, вот во всем, в Европе, знаете, как действует? Если правящая партия, вот в Германии, ХДС, ХСС выигрывает, все контрольные органы по закону отдаются оппозиции. Потому что лучший контролер, это оппозиция, и лучший способ, вот если бы я, например, взглянул Единую Россию, да, лучший способ контролировать, я бы оппозицию наоборот приподнимал. Не может быть власть сильная по определению, если у тебя нет сильной оппозиции. Это, знаете, вот как волна. Пятый, пятый, кто? А пятый, это ОНФ, Роман Титов. О, Роман Титов, Центр Силы теперь. Ну, вы этого не знали. Надо будет его спросить на следующей неделе. Он как раз лихий, спокойный, но это, при том, эта классификация, это чисто моя. То есть, понимаете, как с точки зрения вот такой политологической, это вот моя. Вы разделили всех на группы. Он не зависим, он решает вопрос, и его задача, вот я так предполагаю, что в 18-м году, 18-го марта, на выборах президента, наш президент пойдет не с Единой России, а с ОНФ. Потому что Единая Россия себя немножко как бы в глазах населения, и в Кире, и вот в частности, они уже набрали 35%, и с каждым годом все падает. А если бы пришло 30% хотя бы на выборы, вы знаете, я думаю, что оппозиция бы победила по всем как бы статьям. Ну так вот, значит, получается, если по классификации Журавлевого в Единой России есть 5 центров влияния, я бы так сказала, у них у всех разные интересы, или кто-то с кем-то договаривается? Мы увидим. В самое ближайшее время. Первые три группы, это Азимов, Валенчук и Быков, Крепостнов. Это чисто, ну, такие финансовые интересы, они связаны с бизнесом и так далее, парадоксально, да? Вот два других центра, это Васильев, это все-таки государственный подход. Ну и Роман Титов, я надеюсь, и как бы знаю его, и в разговорах это, это тоже как бы такой федеральный, это тоже такая федеральная, федеральная. У Крепостнова с Валенчуком понятные бизнес-интересы, у Азимова какие здесь бизнес-интересы? Ну, извините меня, а зачем Азимову выбираться, это крупный химкомбинат, крупный... Крупный химкомбинат и без Азимова прекрасно себя чувствует, бизнес-интересно, что, как я понимаю, и без гордумы замечательно живет. Нет, погодите, у него, может быть, нет интересов по городским выборам, но у него был интерес по губернаторским выборам. Вы же знаете, что Васильев Игорь Владимирович сказал, что, ребята, химкомбинат, куда вы ушли? В какой там? В какую там? Куда вы с налогами ушли? Мы так потеряли, вот если рассмотреть там еще электричество, все остальное, некоторые вещи, так-то 4 миллиарда в областной бюджет потеряли налогопоступлений различных от этого движения. А это самое крупное предприятие наверху у города Кирова, по реке, по течению. Там отдельные, товарищи, истории. Мне не нравится, когда мы говорим об этой истории, строя предположения о собственных домыслах. Там сложнее все гораздо и проще одновременно. Света, я понимаю, но в то же время мы должны размышлять. Давайте мы все-таки чуть-чуть поближе к городу вернемся. У нас есть телефонный звонок, примем? Примем. Добрый день. Добрый день. Как Вас зовут, представьтесь. Надежда. Надежда, так мы Вас слушаем. На муниципальном уровне не должно быть никаких партий, а только должна быть целесообразность принимаемых решений. И вообще ликвидировать надо эти фракции. Тут совершенно неизвестное значение, какая партия, а что выгодно городу для населения. Вы молодец, очень хороший вопрос. Спасибо, Надежда. То есть здравым смыслом руководствоваться, да, и какими-то вопросами благополучия горожан. В этом году на выборах муниципальных в Москве и Московской области большинство вообще побеждают общественное движение. Не, ну мы не можем говорить, что большинство. В Москве есть несколько районов, так называемых интеллигентских районов, да, где общественные активисты набирают большой процент, и в некоторых районах они вообще практически 100%. При всем при этом, если посмотреть на партийность, люди, когда выбирают, там ставят галочку напротив той или иной партии, они оценивают программу, они оценивают заявления, да, программные, которые партия делала или кандидаты делали в ходе избирательной кампании. И здесь, Надежда, я абсолютно согласен, кстати, моя точечка в вашем голосовании как раз за пункт, глава не должен выпячивать свою партийную принадлежность, потому что, ну, кто бы ни был, кто бы ни избрался, представитель оппозиции, представитель правящей партии, он в первую очередь должен интересы граждан, которые его избрали, ставить во главу угла. Тогда будет у нашего города развитие. В противном случае нет. Мы сейчас, раз уж вы обратились к нашему опросу, еще раз напомним нашим слушателям, что на сайте хакерова.ру и в нашей группе ВКонтакте есть опрос, каким не должен быть будущий глава Кирова. И вот, кстати, ответ выпячивать свою партийную принадлежность не должен, выбирают на сайте 17% проголосовавших на первом месте, по-прежнему ответ быть подконтрольным различным структурам и персонам. Ну, раз уж речь зашла о ВКонтакте, тоже должна сказать, что ответ выпячивает свою партийную принадлежность. В ВКонтакте, к сожалению, набирает значительно меньше процентов, всего 4%. Вот, и по-прежнему самый популярный, да, не быть подконтрольным. Если мы партию примем за структуру, то тогда этот ответ быть подконтрольным различным структурам и персонам подойдет. Вы знаете, население принимает правильный вопрос. Это актуально просто для Кирова. То есть, почему все вот сомневаются в связке Ковалева и Крепостнова? Потому что мы понимаем, что Валерий Васильевич, он чем и отличается. Вот я считаю, что ему не нужно вообще в государственные органы идти, потому что он постоянно работает, у него крысные свои цели, понимаете, да? То есть, он не готов служить городу, он везде не забывает о своем личном интересе. Ох, Валерий Васильевич Кайпостнов, я прямо вот, понимаете, прямо сейчас в эфире предлагаю вам прийти и ответить здесь господину Журавлеву насчет только личного корыстного интереса, потому что мы-то знаем, Владимир Вениаминович, сколько и для города, собственно, делает Валерий Васильевич. Вот даже невооруженным глазом видно. Вот у правоохранителей другое мнение. И мало того, я вообще мечтал, что... А правоохранители вообще, вы за них не говорите, их тут нет. Погодите, их нужно пригласить. И их нужно пригласить, точно. Я это понимаю, у меня к Валерию Васильевичу очень большой список претензий документально подтвержденных. Я просто сейчас не буду озвучить, я мечтал... Хорошо, мы вас, Владимир Вениаминович, берем все-таки в связи вдвоем. Я хочу дискуссионной, понимаете, вот в этой... Сразиться дискуссионной, пожалуйста. Он был в ЗС, я был в городской думе. А вот без ответчика пока не будем. Тем более, что мы знаем, Владимир Вениаминович, что на каждого главу города, приходящего, у вас всегда была папочка. Мы помним по нашим эфирам, вы об этом рассказывали. Сейчас прорвемся на короткую рекламу, через полторы минуты снова в студии. 211-101, номер телефона прямого эфира. Слушатели, пожалуйста, высказывайтесь, каким должен быть будущий глава Кирова. Или не быть. Или не быть, да. У нас к этому есть, к этой теме есть и опрос на сайте хакиров.ру и нашей группе ВКонтакте. Восемь вариантов ответа. Богатый выбор. Потихонечку, кстати, меняются там пропорции. Мы чуть позже, наверное, перед окончанием уже первого часа озвучим. Пожалуйста, голосуйте и звоните 211-101, мы вас выслушаем. Но вот поскольку мы, я думаю, что достаточно подробно разобрали и там мотивы оппозиции, кого выдвигать или не выдвигать на главу Гордумы, и там центры силы в Единой России разобрали, они определяются буквально уже на днях с кандидатом, которого выдвинут на пост главы. И недалеко ждать нам осталось до заседания Гордумы. Оно будет 27 числа в среду, буквально на следующей неделе, где уже все станет ясно, кто там будет главой, кто будет замами и прочее. А я думаю, что Володя Сметанин, который героически будет отстаивать смену, я не знаю, круглосуточную здесь... Круглосуточную вахту. Да, здесь у нас на радиостанции. Он сделает, скорее всего, накануне эфир в дневном развороте, где вы сможете прямо там голосовать за конкретных там людей, выдвигать своих депутатов. Мы посмотрим, кого вы вообще знаете и кого бы хотели видеть главой города. Можно, кстати говоря, туда будет даже, может быть, тех, кто и не вошел в Гордум, а в принципе. Света, Света, у нас 36 депутатов. Сколько вариантов ответа будет в вопросе? Это уж, я не знаю, Володя начал с восьми. Вот сейчас нынешний вопрос. У нас есть телефонный звонок, давайте выведем слушателей в эфир. Алло, добрый день. Здравствуйте, меня зовут Антон Долгих. Я хотел бы поздравить ФРЛДПР с победой на этих выборах и с образованием большой практики. Спасибо, Антон. А также с тем, что Единая Россия фактически не потеряла большинство, но и количество мандатов снизилось, а количество оппозиций объединенно увеличилось, и я считаю, что сейчас даже у Владимира Журулева появляются некоторые шансы. Но сам я поддерживаю кандидата от Единой России и Ковалева, и считаю, что это будет очень хороший глава города. А почему, Антон, какие у Ковалева есть черты, которые вам импонируют, и вы считаете, будут полезны горожанам? Смотрите, Светлана, спасибо за вопрос. Во-первых, это очень большой специалист в области финансового бюджета. Это отрицать глупо. Я думаю, что тот факт, что ее подвинули из правительства, как раз говорит в эту пользу. То есть, видимо, не нужен был человек, который разбирается в бюджете, в финансах. Ковалева человек крепостного. Я крепостного в этой части тоже поддерживаю и считаю, что... Вообще вот этот поступок, кстати, посмотрите, да, Сураев обещал, что будет бороться за пост главы города. Да, конечно, сделал оговорку в зависимости от большинства. Ну, нам это все было сразу понятно, но жители-то ведь этого не поняли простые. Они шли и голосовали фактически за главу города будущего Сураева. Именно с этим и только с этим, на мой взгляд, связан результат справедливой России, которая между выборами вообще никак себя не проявляла. И вдруг Василий Куприянович остался в ЗАГС Собрании. А крепостного, который вообще не заявлял о каких-либо своих планах, отказался от мандата депутата ЗАГС Собрания в пользу мандата депутата городской думы. Этот поступок сам по себе уже заслуживает огромного уважения и подчеркивает, что Крепостнов намерен работать серьезно в городской думе. А, так все-таки, судя по вашим словам, Крепостнов идет в гордуму с целью непосредственного влияния на главу. Вы говорите, Елена Васильевна, его человек. То есть решение-то принимать будет кто? Антон. Я думаю, что решение принимать, конечно же, будет и Валерий Васильевич в том числе, но и, безусловно, Елена, не знаю, отчество, не помню. Васильевна. Да, Елена Васильевна тоже самостоятельно. Здесь как раз уникальная ситуация. Я напоминаю, самый популярный вариант ответа в нашем опросе – не быть подконтрольным различным структурам и персонам. А понимаете, вот если говорить прямо, да, не погружаться в детские сказки, не бывает никого не подконтрольного, так же, как не бывает независимых СМИ. У каждого СМИ есть там учредитель. Так и здесь. Есть группы влияния. Они есть. И, естественно, есть представители этих групп влияния. И я, более того, я считаю это нормальным и абсолютно правильным. Ведь вы регулярно поднимаете темы явки. Действительно, явка безумно низкая. Но, значит, люди либо довольны происходящим и заслуживают такую власть, либо недовольны, но все равно они заслуживают такую власть, потому что просидели дома. И вот те, кто выбрал эту думу, теперь, на мой взгляд, вообще единственные имеют право что-то говорить по этому поводу. Поэтому, да, Елена Ковалева подконтрольна отчасти Валерию Васильевичу, на мой взгляд. Но я лично не вижу в этом ничего плохого. Спасибо. Спасибо. Антон Долгев был с нами на связи. Ну вот, кстати, помните, мы, по-моему, в эфире сейчас это еще не произносили насчет Елены Васильевны Ковалевой. Но мы ее кандидатуру с вами неоднократно в этой студии обсуждали еще, когда с депутатами собирались прошлого созыва здесь. И не только с депутатами, и с вами, Владимир, и с очень многими спикерами здесь. И я что-то не слышала, несмотря на то, что вот сейчас обозначается ее связь с Крепостновым, не слышала ни одного практически, Аня, поправь меня, если я не права, какого-то отрицательного отзыва по поводу ее персоны. Ну вот, смотрите, я тоже соглашусь отзывы, о ней даже враги отзываются положительно, что она профессионал. Но давайте я хочу возразить Антону Долгев, чтобы быть справедливым. В чем? У меня сомнения в профессионализме Елены Васильевны. Вы забыли, что при Никите Юрьевич Белыхе она была министром финансов. Мы не забыли. И самое главное, что у нас появилось больше 10 миллиардов кредитов коммерческих банков. Хотя я знаю, и мы тогда говорили, что можно было бы и в Центробанке пробивать, лоббировать интересы и брать кредиты на область не под 10% годовых, а под 0,1%. Просто нужно было участвовать в программах, нужно было доказывать, лоббировать, ездить в Москву и так далее. Нет, я, насколько помню, там тоже была сложнее история, чем кажется на первый взгляд. Там были определенные требования, которые мы не могли выполнить. Есть факт. У нас сегодня дефицит бюджет, бюджет дефицитный, дефицит 102%. Давайте мы не дистанцию ОЗС сейчас на эту тему выключим. Я жду паузу, просто не перебиваю. Год нужно было работать, для того, чтобы и не трогать деньги. А мы еще конец года не увидели. Посмотрим, что будет. Два момента. Во-первых, правительство сейчас обозначает, что еще сложнее будет получать бюджетные кредиты. Уже об этом сказали. Федеральное правительство. Соответственно, не думаю, что перед президентскими выборами вдруг правительство затянуло гайки и регион в свободное плавание отправилось. Здесь есть мысль какая, что либо будут рефинансировать, либо будут списывать. Потому что Кировская область – это не самый плохой регион. С одной стороны, не самый плохой, но и не самый хороший. Давайте эту тему отдельно возьмем. А вторая мысль. Мы обсуждаем сейчас главу города и совершенно забываем про главу администрации. У нас исторически в Кирове так сложилось, что глава города определяющая персону. То есть глава города повестку формирует, а уже исполнители администрации реализуют все то, что было запланировано. А в других городах не всегда так. И глава города порой – это номинальный человек, который ходит с красноречами, режет ленты и так далее. Нет, это то, что у нас было в течение прошедшего периода за этот год. Мне не знаю, насчет десятилетия, но господин Ладыкин, на мой взгляд, не проявил себя как глава города. И, соответственно, если Перескоков взял бразды правления себе, он бы вполне мог стать фигурой номер один в этой связке глава города и глава администрации. Нет, непонятно. И вот здесь как раз, я думаю, что резонно обсудить, кто будет главой администрации вместе с главой города. А как можно обсудить, кто будет главой администрации, если пока мы не знаем, кто будет главой города даже? Нет, на самом деле по главе администрации есть. Есть версии. Знаете, это опять же к вопросу. Чудес не бывает. Каждая фигура, глава администрации, глава города, это фигура, которая просматривается федеральными структурами. Это прежде всего заключение дает служба ФСБ. Это потому что там первая форма допуска, насколько я знаю. Затем это Бабич через представителя президента. Полпред. Это наш представитель президента Климов Владимир Владимирович. И мы четко знаем, что только один человек проходил вот это. Это Илья Шульгин на главу администрации. То есть он прошел согласование еще, по-моему, в феврале или в марте месяце. Документы. Где прошел согласование? Я думаю, что главой администрации будет Илья Шульгин. По Александру Викторовичу Перескокову, согласен, он опытный торговик, всегда это подчеркивал. Но вы знаете, я четко, очевидно, он же три года фактически уже власти в декабре было бы. И вырисовался такой его недостаток для этой должности. Он бы на другой, например, на кадровой работе в Приклистолосе был бы прекрасным человеком, незаменимым. А здесь вырисовался, он не хозяйственник. Ему сложно въехать в вопросы обычной технологии хозяйственного введения. Владимир Викторович, давайте так, насчет того, что Шульгин прошел согласование еще в феврале, есть другое мнение. Красный наблюдатель пишет, что как раз он не прошел в феврале вверху в Москве согласование. И поэтому не стал в тот момент, когда очередная была волна разговоров, что поменяю сейчас главу администрации. А вот именно сейчас после выборов он может стать, но мы тоже не знаем, что там будет. Потом мы не знаем господину Шульгина в деле вообще. Вот вы его знаете в деле? Вы знаете, мы должны подходить. Нет. Да или нет? Вы знаете его в деле? Я встречался с ним на совещаниях, на двух совещаниях по ЖКХ. И я составляю мнение. Ну, я считаю, что... Смотри, какая ситуация. Если человек... У нас две минуты остаются. Я знаю, если человек не справляется, мы должны менять нового, давать возможность другому попробовать. Все от позиций. В деле не видели, но опять же по тем небольшим отрезкам в виде совещаний, которые я имел возможность Шульгина видеть, мне человек показался профессионалом и способным взять хозяйство в свои руки. А еще нравится, что он из Татарстана, да? Как посмотришь на Татарстан. Откровенно нравится, потому что бюджет Татарстана и бюджет Кирова, если сравнить и сопоставить, то среднестатистический кировчанин получает больше денег из бюджета. Получал бы, если бы эти деньги выдавали в конверте. То есть на одного человека приходится больше? Да. Да, и как нам тут активисты красивого Кирова говорили, бюджет Казани сравнил с бюджетом Кирова, если разделить на территорию на одного человека. Я могу вам цифры дать. Да? Цифры. Подтверждаете? Да, абсолютно. 15 900 рублей получается в среднем на одного жителя Казани и 20 200 в среднем на одного жителя Кирова. 19 миллиардов бюджет Казани, 10 миллиардов, грубо, бюджет города Кирова. И почему мы так плохо живем? Давайте, во-первых, спросим тех, кто был до, и предложим сделать лучше тем, кто придет. Потому что есть возможности, очевидно, есть возможности. Хорошо. Прости, давай. Я хотела спросить, а кроме Шульгина вообще есть какие-то кандидатуры? Кто-то еще в поле зрения? На главу администрации. На главу администрации. Про главу администрации смотрите, как происходит. Минута одна. Быстренько только. Значит, 9 человек, создается комиссия по избранию главы администрации, 5 человек, это правительство области у губернатора, и 4 человека, это администрация города. И эта комиссия с 9 человек. Рассматривает заявление. Рассматривает несколько кандидатур, там проходит собеседование, планирование. В итоге решит, получается, губернатор. Человек-то сам ведь должен заявляться, я так понимаю. По идее, губернатор должен решать. И на согласование отдается депутатам Гордумы. То есть утверждают, конечно, депутаты, но предлагает фактически губернатор. А если не утвердят? Процедура повторная. А еще раз? Я хочу сказать, что просто Васильев через Единую Россию поставит всех в определенную позу и примут его кандидата. Может, радостно будет принимать кандидата? Но мы не возражаем. Восторженную позу. Что Вы сразу? Мы не возражаем. Да? Конечно. Не наложи поставить позу. В любом случае, человек, который придет возглавлять администрацию, должен иметь серьезную поддержку. Либо от городской думы, либо от губернатора. В противном случае, решения, которые запланированы администрацией, не будут проведены через думу. Бюджет принимает дума. Да, Вы знаете, в прошлые годы мы все время жаловались, когда был Никита Белых. Вот правительство не вмешивается в работу города, совершенно не смотрит в эту сторону. Давно пора вмешаться. Пора вмешаться. Все системы та-та-та. Теперь, значит, когда губернатор вроде бы проявляет интерес и влияние свое, Журавлев говорит опять, ага, поставит в позу. А Костя на такого договорились? Единую Россию. Нет, Светлана, смотрите, какая ситуация. Вы знаете, разные личности, разные периоды исторические, разные периоды развития социального и так далее в обществе. Вы хотели полностью корректировать. Мне кажется, Владимир Вениаминович всегда против. Новый человек во главе городской администрации. Чего плохого? Послушайте, это система сдержки противовесов. Это система сдержки противовесов. Я как раз вот считаю, что Валерий Крепостнов захочет поиграть против губернатора. А кто... Вам и тыки, что ли, нравятся? Или для города хорошо сделают? А кто рассматривал вопрос, например, а вдруг он не просто замом, он же привык быть первым. А он, может быть, захочет бы его администрации. Вы его поддержите в таком случае? Нет, нет. Так, все, здесь точка. Перепостивая никогда не поддержит. Пока ставим точку. Ну, что сказать. Будущее Кирова мы с вами сегодня не описали, а? Зато мы описали, что ближайшее будущее — это борьбу за место главы городской думы и борьбу за место главы городской администрации. Это очень важно. Итоги этой борьбы мы увидим уже в ближайшее время. Буквально 27 сентября мы поймем, кто... Следующая среда. Да, и в ближайшее время узнаем, что произойдет с городской администрацией. Это очень важно. Я думаю, что в течение всего этого времени мы в дневных разворотах и в особых мнениях будем обсуждать вопросы. Балатову там будут представлены, должны быть программы от Единой России. Некогда все, точка программы. Владимир Журавлев, Владимир Костин, «Справедливая Россия», кандидат на пост главы города. Владимир Александрович Костин, руководитель фракции ЛДПР в законодательном собрании. Спасибо большое за экспертную оценку. Спасибо вам.